здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня мы с вами разберем вчерашнее интервью которое вышло на канале у ксении собчак с романом протасевичем если вы знаете вы не знаете кто это пожалуйста загуглите это тот самый человек из-за которого лукашенко в свое время остановил самолет который просто пролетал над белоруссией и ну с тех пор самолеты над белоруссией перестали летать ну понимаете масштаб той детективной истории которая происходила для того чтобы задержать этого человека он был представителем оппозиции и сейчас насколько я понимаю он но не знаю стоит ли назвать это переобуванием это было ну явно сделано под давлением и все интервью было наполнено знаете стрессом и всеми подобными эмоциями но самое главное там прозвучала одна мысль которую я не смогла оставить незамеченной и обязательно оставайтесь со мной для того чтобы эту мысль вместе с вами мы разобрали ну давайте включаю первый фрагмент и наблюдаем именно за невербальным поведением когда человек говорит ну о том о чем он говорит в данном случае давайте смотреть все время я сделал свой выбор я безусловно видите прежде чем сказать ну какую-то мысль он поджимает подбородок мы знаем что подбородок это наша говорильня и поджимание подбородка говорит о том что какую-то часть информации какую-то часть слов скорее человек предпочитает скрыть вот подбородок это те слова которые готовы уже выйти из нашего рта но они фильтруются здесь вот вот таким образом идем дальше менял свою репутацию на свободу себя и свободу своей подруги и видите как челюсть опускается пожимает это не скрываю да я уничтожил осознанно свою репутацию видите пожимает плечами но не совсем осознанно это понятно что человек сам себя убедил но тело он убедить не смог и тело кричит о том что я не знаю нет это неосознанное решение скорее я не знаю нежели это осознанное решение м на 25 лет жизни для меня и для нее кстати вот здесь же я только что обратила внимание просто когда я смотрю интервью я на ускоренной перемотки это дело и сейчас я увидела отвращение прежде чем сказать последнюю фразу то есть проскользнуло отвращение на его лице и дальше смотрим и об этом да нет я считаю это правильный выбор и я считаю что я сдал все правильно видите изо всех сил старается и наступать челюстью но при этом наступая челюстью голова опять склоняется к плечу нет конечно же он не уверен в этом выборе но сейчас он будет говорить именно это и у него есть определенная миссия для чего он пришел на это интервью об этом мы с вами до этого мы с вами дойдем но сейчас мы будем наблюдать за его реакциями тела условная цена этим гадость да да это меня не задевал задевала когда действительно люди видите натягивание одежды говорит о том что сейчас будет человек говорить о том что ему говорит неприятно натягивание одежды это такой жест манипулятор который призван успокоить нервную систему и спрятать скажем так спрятать тело от опасности и вот это натягивание одежды неважно куда и как но главное что натягивание надевания на себя одежды чуть больше говорит о стрессе еще раз о стрессе существую с которыми я много лет проработал зная меня писали очень много плохих вещей действительно имеющих а вот здесь уже вы видите что прям четко отвращение много отвращения на нем не стала заострять внимание но вы уже у меня что называется стреляные воробьи и вы тоже прекрасно видите это отвращение очень мало чего общего с реальностью это первый момент а второй момент знак да и при этом опустил челюсть выставил лоб то есть я еще буду бороться но бороться больше саботирующим способом нежели борьбой ну то есть я буду сопротивляться вот так вот скорее и при этом обратите внимание руки он держит в паховой области это защита выставляет большие пальцы то есть эго большие пальцы это наше эго и ну вот такой жест говорит о том что с одной стороны страшно да но с другой стороны у меня все таки есть моя гордость есть мое эго и этим я еще буду работать а что я ничего не могу ответить ответить так дальше следующий фрагмент а теперь давайте посмотрим давайте я включаю фрагмент и смотрим я в принципе не был в той ситуации чтобы торговаться видите указательным пальцем он закрывает свой подбородок и я уже говорила про то что подбородок это наши слова которые мы либо сдерживаем либо позволяем им выходить из нашего рта так как рот это то чем я ем и чем я говорю да значит вот придерживает то есть фильтрует фильтрует то что говорит ну что мне торговаться но на медийный вес слушаю тебя огромный медийный вес ты же понимаешь что видите как отсаживается вообще на многих вещах которых он боится и где он чувствует себя неуверенным он отсаживается и вот эти места я собрала для того чтобы мы с вами проанализировали чего именно боится роман протасевич самолет реально из-за тебя самолеты перестали летать это из ну как бы это точно войдет в учебники то есть самолет посадили а есть себя уже на тот момент по факту ничего не представлял я был со всеми в ссоре я уже тогда на тот момент не занимался никакими планированиями ничего то есть вся моя работа была там вести отсаживается снова телеграм-канал который я в принц давайте я себя перемещу потому что герой находится с этой стороны а я его перекрываю был уже на тот момент достаточно серьезных контрах и в целом в напряженных отношениях со многими людьми штаба потому что продолжалось давление о том что мы должны это все чужой не только отсаживается но и натягивает куртку это еще дополнительный сигнал о стрессе обращайте внимание когда вы беседуете с человеком и если он отсаживается значит он избегает это жест тела чтобы убежать убежать из этой ситуации то есть ему некомфортно если еще дополнительного натягивает на себя одежду это говорит о том что некомфортно дважды ну и так далее я прекрасно осознаю что да и еще задвинул ногу вы видели да то есть за 2 задвижение ноги это ноги это стресс трижды да и еще отсаживается и челюсть держит низко то есть везде стресс стресс некомфортно хочу убежать но надо и продолжаем диалог да я оказался в ситуации где будут уже для тех и для других вот что такое вот в этих понятиях можно было бы на твой взгляд сделать ну конкретно наверное сейчас тяжело рассуждать что можно было бы наверное в той ситуации изменить мне кажется на то видите ну вот много признаков стресса и так далее момент роман ты уходил немножко ну вот да это вот там путь его а этого я не видел а этого я не знал а это я не понимал ну да и немножко меня это выводило из себя и не получилось такого разговора и зачем опять стресс опять отсаживается то есть понимаем если вы захотите вы можете пересмотреть это интервью я под видео обязательно ссылочку на него оставлю пересмотрите обязательно потому что там еще много сигналов таких где он избегает и вообще в принципе чтобы вы понимали четко о чем идет речь здесь я такие длинные фрагменты вставлять не могу потому что ну вы устанете и вообще моя задача именно показать вам сигналы тела нежели прям полностью раскрывать эту тему но посмотрите само интервью по по каким поводам роман испытывает больший стресс это будет очень полезно а там значит следующий фрагмент а вот здесь вот знаете меня сразу насторожил в начале насторожил один жест а потом я поняла по какой причине давайте посмотрим что большинство людей при выборе сесть на пожизненный срок или на 25 лет или похвалить видите он держит свой подбородок и вот здесь для меня понятно что он скрывает какие-то слова но скорее ну я бы назвала этой информацией но информация знаете это больше про нос да вот нос он ищет информацию так далее а здесь получается он знает что-то но он этого не скажет то есть поиск информации это нос а подбородок это уже информация внутри нас и вот он сейчас сидит и вот так вот причем смотрите другой рукой держит подлокотник а одной рукой он придерживает подбородок то есть он сдерживает себя очень сильное сдерживание и я не могла понять почему он так себя сдерживает а в конце мы с вами поймем почему лукашенко и как бы придать свои идеалы я думаю что выберет второй вариант ну как большинство людей мне кажется что так и ты сделал выбор который может быть кто-то осуждает но он как бы очевиден мы просто не хотим тебе отказывать субъектности понимаешь это важная такая вещь мы допускаем что ты сделал честный искренний выбор вот другой за что там я может сама так не думаю но вполне может быть что и так а что я ошибаюсь но дальше то вот ты сделал этот выбор когда его по сути не было до сидеть пожизненно или 25 или вот все таки сделать то что надо делать но потом то ты же мог бы сделать условно сейчас дубаем другой выбор ну ты бы что потерял ты бы потерял квартиру и ты больше не смог приехать беларусь по сути это же такая да я бы подставил очень многих людей благодаря которым я вообще действительно смог оказаться на свободе оказаться в том числе и здесь имеется насчет на свободе идет пожимание плечами ни на какой мне на свободе это понятно и ежу и вот то что он пожимает плечами это делается неосознанно понимаете язык тела он неосознанный и в данном случае он очень красноречиво нам указывает на какой свободе он находится поэтому здесь все все понятно да но самое главное почему он держал подбородок сейчас он как раз и говорит что и были люди которые ему помогли ну возможно там они очень сильно рискуют и поэтому он и не не остался в дубае не ну и продолжает жить белоруссии ну и так далее то есть есть причина и она именно в этом то есть он боится подвести тех людей тех покровителей которые ему помогли ну выйти на свободу так называемый для меня наверно какие-то человеческие отношения во многом гораздо важнее чем но это какие-то влиятельные люди которые за тебя поручились том числе ну вот в чем дело и поэтому конечно же он не будет их сдавать не будет их подставлять поэтому не остался за границей когда туда ездил ну и так далее то есть его держат на определенном поводке да ну конечно я ни в коем случае сейчас не берусь судить вот по-человечески потому что я не знаю как кто поведет себя в такой ситуации конечно это это чудовищная история в которую он попал но в данном случае выводы делаем определенные а теперь следующий фрагмент что вот тут интересный сигнал тела который очень четко иллюстрирует настоящее отношение романа к данной теме ну то есть ты же не сбитый летчик ты принудительно посаженный пассажир это две разные категория обратите внимание как он бьет себя поляшка и при этом он да он поднимает челюсть да он смеется да ну смех он не всегда признак хорошего настроения признак ну в данном случае больше это признак стресса дан но вот вот этот жест когда он бьет себя поляшком говорит о том что он как бы наказывает себя наказывает свою гордыню потому что колени у нас олицетворяют как раз именно гордыню если человек гордится собой он часто поглаживает колени если вы замечали если он себя хочет наказать то он либо до коленей далеко дотягиваться да а вот ляжки они как раз на пути к коленям и он как бы бьет себя за это место не дотягиваясь рукой если он сейчас бы стал это делать по коленям ему пришлось бы как минимум наклониться и вот этого поднимания челюсти у него бы не получилось то есть он сейчас нам пытается продемонстрировать хорошее расположение до смех и так далее но при этом вот этот жест он главнее он действительно показывает его состояние и его отношения к этой ситуации он себя наказывает за свое вот наказывает свое эго за то что он действительно бессознательно считает себя сбитым летчиком но как бы вот здесь вот пытается хорохориться и плюс еще отсаживается обратили внимание что при том что он похлопывает себя поляшки на он еще и обсаживается а потом видите вот лицо такое ну грустная да грусть все-таки опустил челюсть перестал улыбаться в общем понятно да понятно что ничего хорошего конечно же он не испытывает а больше он занимается самобичеванием дальше идем следующий момент как еще он избегает тут тоже интересные моменты ну вот именно с точки зрения невербалики я хотела вам вот этот вообще этот выпуск он будет чисто про невербалику потому что он давал нам очень интересные жесты которые я хотела бы вам показать просто том что абсолютное большинство чиновников и людей принимающих решения это люди старой закалки которые до сих пор во многом очень консервативно смотрят на видите как он обороняется ступнями обратили внимание то есть он не руками не телом а уже ступнями ступни тоже участвуют и вот обращайте внимание на если вы общаетесь с человеком до часто человек и так обороняется то есть еще один признак стресса признак от отодвигания чего-то методы современные именно популяризации пиара и так далее вот один из главных политических каналов здесь пул первого но объясними это что вообще такое что это за название почему пул первого это что отсылка к первому секретарю кпсс то есть это что это о чем вообще у первых нет все просто это явно для очень беларусь первый президент ну то есть видите как он еще и руками вот так вот по подлокотникам проводил но он пытался как бы избежать и ногами и руками вот все тело пыталась убежать от этого вопроса в но в чем-то это и понятно потому что он то не называл это просто их ему его попросили дать оценку этому ну и оценка соответственно ну ему самому это не нравится вот так вот это переводится но сказать он этого не может соответственно говорит его тело когда он сам этого сказать не может или не хочет неважно не может или не хочет главное тело нам дублирует то что человек думает вот это самая главная причина почему надо изучать язык тела потому что тело ну даже если и врет то крайне редко ему врать не нравится для тела вранье это стресс умолчание тоже поэтому ну вот если человек что-то умалчивает он ну либо не договаривает телом он обязательно продублирует свои мысли телом эмоциями и так далее оговорочками разными то есть полезно изучать язык тела и самое главное вот из-за чего я вообще решила вот знаете я поставила на голосование надо ли разбирать но я решила что я обязательно этот разбор сделаю по по той причине что здесь прозвучала такая очень важная мысль которую роман попытался нам донести но мы понимаем что роман находится сейчас в заложниках да и он не может ничего сделать потому что он не может подвести кого-то ну и так далее но та мысль которую он нам донес она вот давайте посмотрим послушаем и сделаем выводы ты в какой-то находишься фазе супер медийной активность зачем это тебе нужно во первых для того чтобы про меня снова вспомнить я делаю это все абсолютно осознанно потому что но отсаживается мы понимаем что здесь конечно же тело избегает не совсем осознанно сейчас мне будет супер полезно конечно общественное внимание другой вопрос в том что зачем это было создано создано это было для того чтобы действительно во первых возвращать людей во вторых снижать некую напряженность в обществе каждый эмигрировавший человек он рано или поздно в любом случае выгорает он хочет вернуться домой потому что тяжело на самом деле проблема государства в том что вот эту комиссию и они слишком-то сильно пиарят где все ходят и рассказывают друг другу страшилки где все плохо там это все там вообще кранты каюк все но на деле ну ничего откровенно страшного не происходит это раз во-вторых смотрите во первых как он это говорит да ничего с во первых прежде чем сказать ничего страшного не происходит вот эта пауза ему нечего сказать но наконец-то он набирает слова и произносит до что ничего страшного не произносит но дальше рука идет и показывает чудовищный стресс ну ну ладно чудовищно это я уже добавила излишнюю оценку на просто показывает стресс почему потому что он пытается этот лацкан одежды натянуть на себя то есть он натягивает на себя одежду а мы с вами в предыдущих роликах сделали вывод что когда человек в данном случае наш сегодняшний герой находится в стрессе и ну это в общем и всех касается обычно да кто-то просто по-разному реагирует на этот стресс и по-разному его тело тоже показывает но вот что касается натягивания одежды это всегда признак того что тело хочет убежать тело хочет спрятаться то есть это жест манипулятор который пытается успокоить тело и пытается добавить безопасности телу и вот как бы говоря такие убедительные вещи да он сам пытается закрыться и здесь я ему не верю по невербалике плюс еще дальше я вам еще кое-что буду рассказывать многие люди вот понимают как даже с той же комиссии что если будет хоть один тысячи людей видите то есть он вот сейчас нам показал что он сам боится этого оказались никому не нужны и мы много говорили здесь про оппозицию про реальную силу только люди это сторонники или как минимум как минимум бывшие сторонники этой самой позиции здесь и мне кто не в состоянии поможет да кстати по поводу оппозиции он отталкивает локтем и в принципе тут понятно что после такой мясорубки которую он прошел тут могут быть любые реакции могут быть может быть любое отношение к оппозиции в данном случае это отношение довольно негативное потому что он четко отталкивает локтем но здесь уже неважно какое отношение у него к позиции но он говорит вот только что он убеждал что возвращайтесь здесь вас ждут и все будет хорошо но тут же буквально через минуту самого интервью там буквально даже минуты не проходит и он говорит о том что люди попавшие в тюрьму из-за позиции им никто не может помочь вот она ну вот как бы сразу сам себе и противоречит но знаете должна отметить некоторые моменты которые вот в его интервью прозвучали и которые я бы хотела чтобы вы заострили на них внимание если вдруг вы относитесь к той категории лиц на которых сейчас нацелена вот эта рекламная кампания по-другому это не назвать типа возвращайтесь значит первое в самом первом ролике он сказал о том что он променял свою репутацию на жизнь и поэтому ну то что он там говорил так пытался говорить горячо о том что вот возвращайтесь тут все хорошо тут ничего страшного не происходит не верю не верю по невербалике и не верю потому что репутации здесь нет потому что репутация была сдана за жизнь это первое нет я не осуждаю я ни в коем случае здесь не сужу вообще просто вот с точки зрения тех людей которые могут там послушать его речь и принять лишь решение о возврате на родину подумайте очень хорошо человек который вам это предлагает репутации не обладает первое второе на протяжении всего интервью я видела страх депрессию беспомощность в конце особенно интервью вот он рассказывает вообще про свои вот эти про антидепрессанты которые он пьет про то сколько психоаналитиков с ним работала ну то есть вот он говорит о том что он находится в нестабильном эмоциональном состоянии и исходя из этого здесь тоже очень много сомнений в том что он призывает всех возвращаться дальше третий момент который я хотела бы отметить у него нет никаких прав и полномочий то есть если бы перед нами сидел человек который обладал бы этими правами то он бы вел себя по-другому здесь подавленный на человека который ну просто выживает и предлагать всем возвращаться под свою ответственность как бы здесь уже не очень ну вообще никак вообще тем более ну ваша жизнь вот кто меня сейчас смотрит ваша жизнь в ваших руках и если там петух клюнет да да боюсь что в данном случае ну вот этот герой роман протасевич он вам точно не поможет потому что он просто не сможет помочь то есть он не обладает не весом не репутацией не каким-то психо эмоциональным нормальным стабильным состоянием ну вот это вот обратите на это внимание а дальше ну для чего это нужно лукашенко конечно же как и путину это нужно для того чтобы в эти что в беларуси что в россии было больше рабов да потому что конечно же кадровый голод и далеко ходить не надо все ну трудоспособное население в основном разъехал но больше большое количество трудоспособного населения умного населения уехали ну и что осталось то осталось да поэтому конечно же кадровый голос голод не тетка да поэтому конечно же сейчас будут и дальше раздаваться подобные призывы от разных людей по но им очень сильно фильтруйте эту информацию и знаете я тут вспомнила историю ссср когда в сорок шестом году сталин пригласил иммигрантов вернуться из разных стран ну вот например одна книга вот я в интернете нашла кто-то прочитал на французском языке книгу она не была переведена но он призвал французов которые вот во время там революции до вот этих всех белогвардейцев вернуться в ссср там в посольстве им показывали красивые фильмы про то как все хорошо как все замечательно но люди возвращались причем брали с собой жен не знаю там ну они обжились за то время пока находились во франции обжились у них появились там супруги и дети и вот они брали все это семейство и приезжали в ссср и там сразу же их направляли в гулаг в концлагерь но не концлагеря это не называлась концлагерями но в лагеря да и детей в детские дома вот только из франции было около восьми восьми тысяч человек вот так вот при приехала до кроме того вот в этой же статье было указано я правда не смотрела этот фильм но если вам интересно посмотрите это история немного затронута в фильме восток-запад с олегом меньшиковым ну вот если вам будет интересно посмотрите но вот всего по данным статистики в советский союз до первой половины сорок шестого года вернулась чуть больше четырех и трех десятых миллиона человек и все они были я не знаю казнены посажены в лагеря на условиях рабов там не знаю восстанавливали советское хозяйство и так далее то есть ничего хорошего в итоге не получилось и эта история она я думаю ну это я буквально немножко в интернете поискала о таких историях были огромное количество да вот каждая из таких историй это поломанные судьбы людей поэтому подумайте хорошенько прежде чем вот реагировать и верить подобным вещам потому что это действительно очень опасно и сейчас что лукашенко что путин испытывают огромный кадровый голод и поэтому они сейчас будут усиливать подобные скажем призывы да будут дергать за людей которые ну попали в эту мясорубку да вот в данном случае это протасевич у нас тоже например настя и влеева она тоже там мы мы видели мы разбирали как она все это да действительно довольно артистично но тем не менее я не верю не ничему вот когда человека человек попадает в эти же жирнова то он к сожалению там он оставляет очень много но вот то что он в итоге к чему призывает это очень опасно для других поэтому очень внимательно изучайте все и не принимайте поспешных выводов мне не делайте поспешных выводов потому что ну вот как бы все это выглядит довольно может быть и красивенько внешне но внутри это очень очень страшно и плохо особенно если вы хотите рискнуть или там еще что-то как-то этому поверить вот такие вот в общем то то что я хотела сказать да спасибо вам за внимание я еще посмотрю ну в общем по поводу следующих разборов поставлено голосование будьте внимательны будьте активны в этих голосованиях для того чтобы мы с вами разбирали тех кто вам интересен но извините вот это ну вот в данном случае это интервью я очень хотела разобрать вот именно с точки зрения предостережения тех кто может отреагировать позитивно на слова протасевича да и поехать в лапы к диктатору да кстати в этом интервью протасевич сказал что лукашенко уже даже не стесняется называть сам себя диктатором да или или разрешает всем называть себя диктатором но что в общем то хорошо хоть это да сама ирония у него присутствует а там значит на этом я буду закругляться под этим видео напишите свое мнение насколько вы считаете мои выводы правильными насколько вы согласны со мной может быть вы не согласны тогда пожалуйста аргументированно обоснуйте почему вы со мной не согласны потому что ну просто скажем я понимаю что я не претендую на истину в последней инстанции но то что я вижу я вам посчитала нужным донести вы пожалуйста если вы видите другое пишите в комментариях я согласна возможно мы с вами войдем в дискуссию и возможно это натолкнет меня на какие-то еще мысли на какие-то еще разборы поэтому я очень ценю ваши комментарии вот с точки зрения как раз мне всегда приятно и интересно выслу ну вот читать ваши комментарии и понимать вашу точку зрения да может быть какие-то точки зрения я с ними не согласна но мне нравится то что вы это высказываете очень аргументированно и грамотно вот это вот вам не отнять поэтому пишите пожалуйста свое мнение пишите согласны не согласны и давайте дискутировать в комментариях да спасибо вам большое за внимание оставайтесь со мной не забывайте поставить лайк этому видео или дизлайк если вам совсем не понравилось и подписаться на канал если подписываетесь ставьте колокольчик чтобы youtube вас оповещал всегда о новых видео я постараюсь вас радовать еще чаще у меня теперь новый микрофон благодаря одному моему подписчику он мне прислал я я не знала что с микрофоном так чудесно будет делать эфиры поэтому спасибо огромное вам всем за то что вы у меня есть что вы такие классные до новых встреч пока пока